В священном волшебной пуле будем обсуждать с Андреем Александровичем Родионовым вопрос аппендицита. Значит, это моя была постановка вопроса, да, всегда ли надо оперировать и куда, собственно говоря, аппендицит исчез. Ну вот давайте послушаем, пообсуждаем. Пожалуйста. Добрый вечер. Я не выхожу из эфира, потому что я буду участвовать. Само собой, само собой. Добрый вечер, глубоко уважаемый Павел Андреевич, добрый вечер, уважаемые коллеги. Наша новая тема, новая старая, конечно, тема по поводу аппендицита. Название, на мой взгляд, после той подготовки, которая была проведена, не совсем удачное, но да бог с ним. Позвольте начать с притчи. Байки. Но это ситуация, которая была на самом деле. Я думаю, что это должно тоже стать хорошей традицией. Итак, представьте себе 70-е годы, примерно начало 70-х годов. Калининская область. Центральная районная больница. Из одного небольшого района, где-то 50 на 50 город, 50 на 50, сельское население. Районы два примерно одинаковых. Главным врачом становится и заведующим, параллельно заведующим хирургическим отделением, доктор, который категорически не любит. По какой-то причине, не знаю, нет возможности, к сожалению, провести этот опрос. История давняя. Оперировать аппендицит. Делать аппендиктомию по поводу острого аппендицита. Опять же, что он там делал, я вам сказать не могу, на самом деле. Какая была альтернатива, тоже сказать не могу, но ситуация, представьте, рядом два района, порядок примерно такой. В одном соседнем районе в год 105 аппендиктомий в хирургическом отделении, в этом районе 5 аппендиктомий. Сами понимаете, какая горячая любовь к нему была, отношение другого, всего остального хирургического сообщества в области. Но поскольку он на самом деле человек был достаточно стрессоустойчивый, эта история продолжалась вплоть до его ухода. После его ухода он, видимо, не сумел создать себе в этом смысле достойных учеников, которые бы продолжили его дело. И, в общем-то, все встало на круги своя. Апендиктомии делали так же часто, как в соседних районах. Причем, и в том, и в другом случае, летальность от аппендицита была примерно одинаковой. Вот с этой историей, позвольте начать, я вот ее рассказал вам, пока вы ее перевариваете, мы перейдем немножечко к другим моментам. Вторая часть нашей сегодняшней беседы будет посвящена, в общем-то, строго говоря, эпидемиологии аппендицита и аппендиктомии. Как оказалось, крайне непросто найти данные не то, что там по России. По России как раз существуют более-менее приличные отчетные формы, правда, с доступом которым не очень хорошо вообще в мире по этим делам. Поэтому начнем мы вообще, что называется, от Сахи. Я вам сейчас прочитаю несколько выдержек и потом скажу, откуда. В Соединенных Штатах в два раза больше хирургов на душу населения, чем в Англии и Уэльсе. И они выполняют в два раза больше операций. Плата за обслуживание, индивидуальная практика и более агрессивный подход к лечению, по-видимому, способствуют большему количеству операций в Соединенных Штатах. Более частое использование консультаций, строго регулируемая и стандартизированная хирургическая практика и ограничения в учреждениях и количестве хирургов, по-видимому, способствует снижению показателей операций в Англии и Уэльсе. Показания к операции недостаточно точны, чтобы определить, работают ли американские хирурги слишком часто или британцы слишком редко. Определение потребностей в хирургической рабочей силе требует более точной информации о том, сколько оперативного лечения требуется для общественного здравоохранения, а также должно учитывать общие потребности страны в медицинской рабочей силе. Мы сейчас не будем говорить про модель так называемой Симашко, но Симашко так Симашко с Павлом Андреевичем, хотя это тоже тема интереснейшего разговора, интереснейшей беседы. Но это вот совершенно не в рамках модели Симашко, это вообще публикация 1970 года. Статья, которая опубликована была в медицинском журнале «Новые Англии» в январе месяце. Здесь есть и выходные данные, есть дуэй. Единственное, что крохоборческая политика этого потрясающего на самом деле журнала приведет к тому, что, скорее всего, бесплатно полную версию, полнотекстную версию вы не получите. Если только ваша библиотека не подписана на медицинский журнал «Новые Англии». Так что самостоятельный доступ будет только к резюме. Статья – это некого Джона Пи Банкера. По-видимому, Банкер. В свое время эта статья стала основанием для некоторых вещей, для некоторых изменений в отношении политики здравоохранения в Соединенных Штатах Америки в том числе. И попалась на глаза моего учителя, профессору Теодору Тричинскому, кто в то время работал в Канаде. И дал ему основание сформулировать один из законов распределения ресурсов в здравоохранении, который он назвал законом Банкера. Гласит он дословно, увеличение числа хирургов и рост стоимости хирургических процедур ведут к увеличению количества хирургических операций. Переводя совсем на русский язык, вот если нет у нас возможности оперировать, то мы и не оперируем, возможно оно и само так пройдет. А вот если есть у нас возможность по самому лучшему поводу, самой важной причине соперировать, то, собственно, почему бы этого не сделать. Дайте нам миллион хирургов и количество операций вырастет у нас значительно. Ну, это бог с ним. Возвращаясь к теме аппендицита. Существуют клинические рекомендации, понятно, клинические рекомендации у нас имеют особый статус. Но все-таки у меня сегодня есть интерес толкнуть клинические рекомендации и не ходить дальше с рекомендацией практически. Это отечественные и некие другие. Просто мы сравним в отношении темы нашей сегодняшней беседы, темы нашей сегодняшней пули и посмотрим, насколько все это дело сочетается. Ведь на самом деле и создатели наших отечественных клинических рекомендаций утверждают то, что они, ну и фактически, если мы посмотрим обзор литературы, пользуются той же самой литературой, теми же самыми источниками. Ну, из тех же самых источников можно сделать потрясающе разные выводы и сегодня немножко спойлеру, анонсирую, вы это увидите. Итак, отечественные. Действующие изменения 23-го года. Редакция, пожалуйста, это сайт Минздрава, эта рекомендация есть, называется «Острый аппендицит у взрослых». Смотрим. Сразу интересующий нас момент – лечение. Начинается с цели лечения. Как бы никто не спрашивал на самом деле. Ну, хорошо. Авторы решили указать цель. Итак, целью лечения они указывают. Это устранение источника воспаления, удаление червеобразного отростка. И раз, сразу у меня 1-0, 0-1 точнее. Мы проигрываем. Оказывается, удаление червеобразного отростка. Наша тема не актуальна, поскольку аппендикс надо при остром аппендиците удалять. Ничтожество, у меня же все заявляют. Это авторы отечественных клинических рекомендаций. И второе лишь – профилактика лечения осложнений. Ну, тут мы видим. Единственное, что мне здесь нравится – это третья строчка, последний абзац. Последний абзац, вернее, не третья строчка. Последний абзац – это фраза, где написано «Уровень бдительности рекомендаций – С». Уровень достоверности доказательств – 5. Говорит это о том, что предыдущие фразы, в том числе относительно цели лечения, ни на чем ином, кроме как на экспертном мнении, не основаны. Соответственно, вот вам огромное количество литературы, огромное количество исследований. А на самом деле, бог с ними, с этими исследованиями, а вот цели лечения мы провозглашаем именно те, которые мы посчитали нужными. Наверное, нормально можно вот так вот перевернуться ногу на голову. Идем дальше. Однако, обратите внимание, ну, совсем-то избежать нельзя консервативного лечения. Здесь мы видим, что при диагностировании аппендикулярного инфильтрата, без признаков абсцидирования, в скобках, до операции, или при подтвержденном, неосложненном, вторая часть мне больше интересует, при подтвержденном, неосложненном аппендиците, хорошо, как его можно в острую фазу подтвердить, ну, бог с ним, ладно, опять на совести оставим. И в категорическом отказе пациента от операции рекомендуется проведение консервативной антибактериальной терапии. Обратите внимание, да, уровень рекомендаций рекомендаций А и достоверность доказательств один. А вот это не все на самом деле, точнее не то, что не все, все это действительно уровень доказательств А, но, 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 здесь как бы вот пункт, пункт первый, аппендикулярный инфильтрат до операции, пункт второй, подтвержденный, неосложненный аппендицит, и докуча еще пункт третий, категорический отказ пациента от операции. На самом деле, здесь эти пункты, они совершенно неравноценны. Аппендикулярный инфильтрат остается аппендикулярным инфильтратом. Вот другое дело, что при подтвержденном, при неосложненном аппендиците возможно проведение консервативной терапии, ну, это бог с ним. Комментарий интересен. Многочисленные исследования с высоким уровнем доказательности показывают возможность консервативной антибактериальной терапии при остром неосложненном аппендиците. Секундочку, вы в предыдущем абзаце, в предпредыдущем писали о том, что рекомендуется. Здесь вы пишите о том, что это возможно. Что-то, не знаю, вы бы, Семен Маркович... Я прошу прощения, инфильтрат разве не является уже каким-то осложнением? Является, безусловно. Но мы сейчас инфильтрат просто оставим, с вашего позволения. Просто с инфильтратом они согласны все. А вот остальное, оно как-то проходит на втором... Неосложненный аппендицит проходит вторым номером, как-то до кучи. Ну и ладно, и как бы это тоже... Ну, на самом деле, про это забудем, потому что, ну, как бы можно. Совсем уже нельзя. Зачем инфильтрат здесь, в данном предложении, в моем представлении, это просто некий такой элемент мимикрии. Мы вот впихнули то, чем со всем согласны. А дальше то, что второе, третье... Что категорический отказ пациента от операции? Как это он откажется? Мы ему кладушку по голове и будем резать. Шучу, конечно. Да, мрауш, наркоз, это наше все, мы знаем. Да, вот как это. Если пациент отказывается от операции, красота. Ладно. Движемся немножко дальше. Еще один комментарий. Комментарий просто жесть. Проведение консервативной терапии острого аппендицита у взрослых рекомендуется только в рамках зарегистрированных исследований, одобренных этическим комитетом в крупных финических центрах. И там прям так прилично в двух местах с литературными ссылками. Вот. Те же самые литературные ссылки лежат в основе других рекомендаций. Уверяю вас, там немножко не про это. Совершенно точно никакого отношения к исследованиям это не имеет. Это имеет отношение к практике. Если мы посмотрим зарубежные рекомендации, мы увидим, что тут это не для науки, а для практики рекомендуется. Далее. В настоящее время ведутся рандомизированные исследования, сравнивающие пероральные и внутривенные введения антибактериальных препаратов системного действия. Когда не хотим говорить по сути, замажем это дело. То есть мы начинаем сравнивать о том, что лучше, что хуже, а по сути не признаем того, что консервативное лечение на самом деле не просто допустимо, оно этому не дуется. Вообще-то. Ну и тут совсем соскочили с этой темы. Курс инфраструктурной терапии по данному исследованию должен составлять 48 часов, общие 7-10 дней. Бог его знает. Может быть так, может быть не так. Это нам не очень интересно, честно говоря, в рамках нашего расследования. Смотрим дальше. Кациентам с верифицированным острым аппендицитом рекомендуется выполнить аппендоктомию. Все. Забыли про то, что писали раньше. Аппендоктомия. Уровень длительности рекомендаций, правда, выручает. С. Ну кто же такую ерунду будет читать? То есть вы написали, что все-таки она рекомендована. Есть острый аппендицит, вы его верифицировали. Пожалуйста, аппендоктомия. А доказательства, которые... Так, Андрей Александрович завис. Я прошу прощения. Я не могу. Да. Комментарий. Аппендоктомия является стандартом лечения острого аппендицита. Вот мы и вернулись на круги слоя. Она может быть выполнена открытым или что предпочтительный лапароскопическим доступом. И тут мы уже обсуждаем технологии. Так. Я прошу прощения, у меня звук пропал. Есть звук? Нет, нет, все нормально. Малки, господи, а то у меня компьютер нарисовал, что нет. У нас сегодня... В какой-то момент пропал, но ничего, все пошло. У нас сегодня провайдер просто делает... От забора и до обеда ремонтирует интернет, поэтому я выхожу с телефона. Вы слышали, он зазвонил. Я прошу прощения за это. Я не могу его отключить, потому что он раздает мне интернет. В том числе для этого. Вот. Смотрим дальше. При осложненном остром аппендиците рекомендуется проведение аппендоктомии максимально короткие сроки. При неосложненном возможна отстрочка хирургического лечения до 24 часов при условии ля-ля-ля. Смотрим, однако, это рекомендации уровня С. Все хорошо. Дальше комментарий особо радует. Отстрочка оперативного вмешательства при неосложненном аппендиците возможна в случае занятости хирургической бригады лечения больных, у которых промедление с операцией невозможно. То есть, авторы рекомендации говорят о том, что в остальных случаях, если оперативная бригада, хирургическая бригада не занята, надо проводить это. Ну, хорошо. Возможно так. Идем дальше. Всемирное общество неотложной хирургии. Так себе организация, наверное, с точки зрения, хотя неоднократно ссылаются на их рекомендации, авторотечественных рекомендаций. Их рекомендации действующие. Это 2020 год. У них существует, там, соответственно, поиск литературы обновленный до 2019 года. По сравнению с нашим, это, конечно, древний совершенно. На три года. Три года разница. Меня это пугает. Хотя, на самом деле, не пугает, это я так иронизирую. Не очень у меня получается, прошу прощения. Так вот, это как раз иерусалимское руководство. То есть, это консенсус, который был достигнут в июле 2015 года Всемирным обществом неотложной хирургии. Первая консенсусная конференция по диагностике и лечению острого аппендицита у взрослых пациентов в цели создания научно обоснованных рекомендаций. Вот в июне 2019 года они ее обновили и опубликовали в 2020 году. В начале 2020 года. Вот это тот документ, с которым мы имеем дело. Я могу... У меня есть веские основания заявлять, что во многом этот документ является источником клинических рекомендаций обновлений. Ну, во всяком случае, изрядной части клинических рекомендаций, которые у нас расположены на сайте Федерального министерства здравоохранения. Ну, это и логично. Ну, смотрим. Что же здесь? Прямо было. Острый аппендицит является одной из наиболее распространенных причин острой боли в животе. Диагностика его по-прежнему является сложной задачей, а некоторые споры по поводу его управления, имеется в виду ведение пациента, плохой перевод, все еще присутствуют в различных условиях и моделях практики по всему миру. Оказывается, и здесь нужен консенсус. То есть, не все специалисты, эксперты согласны. Вот эти вот рекомендации уровня С оказываются только для каких-то своих экспертов, которые могут договориться, а остальные эксперты в мире договориться не могут между собой. И для этого консенсусное освещение придумано. Интересная тема. О лечении. Я там опускаю эпидемиологию, мы к ней немножко вернемся, там сложно и не очень хорошо все это дело описано. С тех пор, как хирурги начали проводить аппендектомию в 19 веке, хирургия была наиболее широко принятым методом лечения, при этом ежегодно в США проводится более 300 тысяч аппендектомий. Вот это на 20-й год. Я не знаю, какими данными они пользовались, я потом попытался поискать, скоро бросил это дело, но вернусь потом к этому. Они говорят о том, что лапароскопическая аппендектомия это наиболее эффективный хирургический вид лечения. Ну, понятно, наверное, логично. Несмотря на все улучшения в плачевшей диагностике, решающее решение о том, следует ли работать или нет, то есть идти на операцию или нет, остается сложным. За последние 20 лет возобновился интерес к неоперативному лечению неосложненных аппендицитов, вероятно, из-за более надежного анализа послеоперационных осложнений и задатных хирургических вмешательств. Ага, оказывается, это экономически невыгодно. И, возможно, хирургическое лечение несет какой-то, приносит какой-то вред. В это с трудом верится, на самом деле. Мы же люди с пылающими сердцами, холодными головой и чистыми руками. Никакого зла от нас исходить не может. Мы же за все хорошее в мире против всего плохого. Ну, получается, пока не так. Недавние систематические обзоры, что они пишут о консервативном лечении? Недавние, недавние, то есть совсем-совсем свежие, систематические обзоры и метаанализ хороших рандомизированных контрагентных исследований пришли к выводу, что большинство пациентов с неосложненным острым аппендицитом могут лечиться с помощью подхода, основанного на антибиотикотерапии. Вот как это противоречит тому, что в отечественных рекомендациях написано. Пожалуйста. Недавний метаанализ, проведенный Харнесом и другими, сообщил о частоте рецидивных симптомов. Они не стесняются тоже говорить. Все-таки тоже хирурги. В течение одного года в 27%. То есть примерно там чуть меньше третий, но в третий случай возникает рецидив симптомов, который может потребовать проведение действительно уже не антибиотикотерапии, а хирургического вмешательства. Однако, есть доказательства того, что консервативное лечение неосложненных острых аппендицитов не увеличивает вероятность перфорации у взрослых пациентов, получающих лечение антибиотиками. То есть когда вы назначаете антибиотики, это не говорит о том, что в том случае, когда ваше лечение не помогло, аппендицит скорее всего будет осложненным. Ничего подобного. И повторный приступ аппендицита будет осложненным. Нет, не будет. Консервативное лечение антибиотиками, однако, может быть неудачным. Во время первичной госпитализации, примерно в 8% случаев, что-то 8% это... Ну ладно, 8% случаев. И еще 20% пациентов могут нуждаться во второй госпитализации в течение одного года. Ну, я пока не увидел ничего страшного. Если учитывать риск возможных хирургических вмешательств, даже лапароскопических вмешательств, то вроде бы и ничего. Рекомендации во многом упираются на крупнейшие исследования АРАС. Это рандомизированные контролируемые исследования. Ну, мне кажется, это не АРАС, это АПП-АСИ. Крупнейшее исследование с тысячами рандомизированных пациентов этично очень подобного рода исследования проводить в отношении любых хирургических операций. Ну, бог с ним. Мы же доктор Менгеле, наверное, во многом. Есть нас немножко в каждом. Итак, они выясняют, что АПП-АСИ была успешна в 99,6% случаев. В 0,4% случаев у них была АПП-АСИ неуспешна. То есть, по-видимому, ну, если у нас, мы не добились выздоровления человека, либо он умер, либо продолжает болеть, да, наверное, как это. Ну, теоретически, предположим, пополам, значит, 0,2% случаев у нас таки умерли, рандомизированные пациенты. То есть, мы их рандомизировали. Чем он может продолжить болеть, если АПП-АСИ у него удален? Это чисто теоретически. Я понимаю, что это невозможно. Я понимаю, что это действительно, 0,4% той самой современной внутри и после операционной летальности при лечении острого аппетита. Я думаю, что так и есть. В рандомизированных условиях. Ну, надо же дать людям шанс. Вдруг они продолжают болеть. Я понимаю, что вероятность этого, как будто мы подбросили монетку 10 минут назад, она до сих пор там летает. Ну, примерно такая же. На планете Земля. Ну, что же делать? Хочется дать людям шанс. В группе антибиотиков 27%, то есть, то же самое число пациентов, прошли аппендактомии в течение одного года после первоначального представления, первоначального, давайте так, после дебюта острого аппендицита, тут с переводом с английского языка, у пациентов, которые рандомизированы для лечения антибиотиками, не было внутрибрюшных абсцессов или других серьезных осложнений, связанных с отстроченной аппендактомией. Ну, а речь идет о тысячах пациентов. Сотни тысяч. То есть, оказывается, случайным образом рандомизировали пациентов на то, чтобы подвергнуться операции и не подвергнуться операции, а как-то вот половину из них лечили антибиотиками, а у них ничего такого страшного-то не возникло. И как-то вот, да даже вообще никто из них не умер, получается. Как я понимаю из этой статьи. Ну, как-то совсем нехорошо звучит. Да, тут умерли 0,4. Мы, правда, про это не сказали. Мы сказали про успешность. 99% от красивого звучит, 60%. А здесь как-то, ну, серьезных осложнений не было. Шмерти – это же не осложнение, так себе. Ну, я опять иронизирую. Прошу прощения. Ну, надо полагать все-таки, что если бы кто-то помер, они бы, наверное, писали. Я тоже так полагаю, потому что вообще-то, как терапевт, наверное, все-таки в случае конфликта какого-то интереса, я встану на сторону терапевта. Был бы я хирургом, я бы встал на сторону хирурга, наверное. То есть, если… А это исследование именно хирургических методов лечения, сравнений, да, то есть оно было спланировано для того, чтобы оценить его эффективность. И если бы ничего было бы плохое, ну, или хотя бы равномерно нехорошее, я бы написал бы для тех, как и для других других. Поэтому действительно это маловероятно, кажется, того, что там кто-то умер на антибиотиках. Нет, как-то не умерли почему-то, и серьезных осложнений не было. Возвращаемся дальше. Исследование-то длилось 5 лет и так далее. Так вот, в течение 5 лет там где-то поздний рецидив возник у 40%. Много, казалось бы, много. И из них там, ну, не из них, да, только у 2% пациентов, которые перенесли операцию по ходу рецидивирующего, были диагностированы сложные формы заболевания. То есть, оказывается, 98, да, 97,7% тех пациентов, которые, у которых возник рецидив, их тоже, боже, можно было вести консервативно на антибиотиках. Ну, так же получается. Во всяком случае, нигде авторы статьи об этом не говорят. И авторы рекомендации об этом не говорят. Рекомендации во многом на этой статье основаны, на этом исследовании. Более того, общая частота осложнений в группе антибиотиков была значительно ниже по сравнению с группой аппендоктомии. 6,5% против 24,5%. Ну, тут вообще, не знаю, за ушко бы на солнышко таких исследователей просто нельзя. Нельзя такое хамство писать. Как это антибиотики оказываются лучше, чем в аппендоктомии? Вывод мне очень хорошо нравится. Это долгосрочное наблюдение подтверждает возможность осуществимо из консервативного лечения с антибиотиками в качестве альтернативы хирургии для неосложненных острых аппендицитов. Вот как-то... Я понимаю, почему на фоне вот этих вот космарных данных с точки зрения хирургии приведет такое заключение лёгенькое и мягенькое, потому что... Ну, как эпидемиолог эпидемиологам могу вам сказать, что если мы исследуем различия, то мы не делаем выводы о сходстве, например. Если гипотеза у нас направленная, то двунаправленную гипотезу делают, по крайней мере, глупо и нехорошо, и неправильно. Поэтому такая осторожная рекомендация. Но, опять же, не исключено, честно говоря, что здесь есть элемент, скажем, может быть, даже подсознательного конфликта интересов авторов обзора с чем? Не знаю. С желаемым. Да, по поводу задержки аппердиктомии. Мы вспоминаем и видим о том, что у нас задержка допустима до сутки в случае, только в случае неосложненного аппендицита. Вот вам первоисточники, откуда взяли это авторы рекомендаций и наших, и зарубежных. Вот это вот авторы зарубежные. Ну, во-первых, авторы зарубежных рекомендаций говорят о том, что существует теория, что перфорирующие, перфоративные и неперфоративные, и острый аппендицит, суть два разных заболевания. Вот мне вот это, кстати, очень нравится, подход. Причем никто вас за язык-то не тянул. То есть, либо он перфоративный, либо он неперфоративный. А переход, стадийность какая-то здесь отсутствует, и перехода в один-другой, ну, в общем-то, практически не бывает. Это теория, это теория. Это даже не гипотеза, это теория. То есть, у нее под нее уже подведен некий теоретический базис. Она уже, во всяком случае, начинается сбор, происходит сбор доказательного материала, там докажется, подтвердится, подтвердится, это уже другое, будет интересно. Но, тем не менее, это уже теория. Дальше. Недавний метаанализ. Ван Дейкс с авторами показал, что задержка аппендиктомии на 24 часа, по-видимому, не является фактором риска развития осложнений острого аппендицита. А вот это то, что наши авторы показали в своих клинических рекомендациях. Дальше то, что они не вместили. Объединенные скоррегированные данные не показали рост числа осложнений острого аппендицита при задержке аппендиктомии на, ну, вплоть до 13-24 часов, это понятно, и вплоть до 48 часов. Метаанализ нескоррегированных данных подтвердил этот результат. Дальше. Есть параллельные исследования, очень шикарные, несколько исследований Американского колледжа хирургов. Они показали аналогичные результаты для неосложненного аппендицита, острого аппендицита, когда операция была проведена в первый, второй или третий день после возникновения симптомов. То есть, значит, провели вы в день возникновения симптомов или на следующий день, ну, то есть, первые или во вторые сутки после того, как симптомы возникли, в общем-то, никакой разницы нет. Оказывается, можно было подождать. А вот если третьи сутки, то тут уже исходы значительно хуже. Значительно сейчас я вам на всякий случай привожу данные. О чем свидетельствует повышенная 30-дневная смертность, 0,6, в сравнении с операцией, проводимых в первый или второй день болицы, 0,1. То есть, на 0,5 процентов. Это меньше, чем по смертности, чуть больше, чем летальность от операций в рандомизированном, контролированном исследовании, вот это APPC. Интересная вещь получается. И все основные послеоперационные осложнения, теперь в 8 процентов. По большому счету, формально, конечно, они правы. На третьи сутки оказывается все значительно хуже. Значительно, когда мы смотрим относительные показатели. Когда мы смотрим показатели абсолютные, речь о значительности. Вот как на ковиде нас приучил к тому, что относительные показатели все-таки создают у нас несколько обманчивые впечатления, зачастую в отношении эффективности тех или иных методик, в отношении агрессивности заболевания. Смотрите, тут же какой еще камень-то такой, который, я не знаю, может, они об этом пишут. Значит, если больной пролежал двое суток с аппендицитом, то на третье он выздоровел и пошел домой. А те, кто пошли на операцию на третьи сутки, они болели, продолжали болеть. Так? Я тоже об этом не подумал. Это же разные группы просто получается. К сожалению, да, Павел Андреевич. К сожалению, я боюсь, что по данным статьи это не проверить. Это надо смотреть. Ну, я понимаю, я просто с тобой так вот заметил. Да, кстати, я вот даже не подумал об этом. Мы же знаем, что у многих проходит на второй день. Ножечки подавали, водички попили, и все нормально. Могли бы быть соперированы в первый день. Как вот Андрей тут предлагает, это, я не знаю, методика первого меда у нас, наверное, да, что если аппендицит вы соперировали, там ничего нет на вид, надо пальчиками помять, там тогда появляется краснота, воспаление, и на секции вам скажут, тут был аппендицит катаральный. Наши пинцетиком обычно разминали там красиво. Нет, ну у вас все механизировано пальчиками, пальчиками. Понятно, понятно. Тоньше надо работать, тоньше. Мы оставим пока эту информацию по поводу эпидемиологии. И так у нас достаточно долго получилась пуля. Ну, она стоит того. Куда он пропал? Вот, честно говоря, вот тут, куда он пропал, у меня возник ряд сомнений. И нужно провести хорошее исследование, правильное, о том, чтобы это выяснить хотя бы в отношении нашей страны, сложно. Есть ли на самом деле уменьшение, которое мы постулировали? В 2019 году было зафиксировано в РЭД России около 17 миллионов случаев аппендицита инцидентностью 228 на 100 тысяч с более чем 33 тысячами смертями. Дальше. Авторы этой публикации пишут, как абсолютное количество, так и инцидентность увеличилась с 90 до 2019 год на 38%. Ну, вот как-то в бировом масштабе. Сейчас я попробую объяснить, почему мы этого не замечаем. Однако, за этот же период количество смертей и смертность на 100 тысяч человек уменьшилось очень прилично, фактически на половину. Если мы смотрим в относительном количестве. Есть, тут получать, что мы противоречим сами себе, да, вот это тоже сравнение, некое сравнение, мы видим, что у нас идет уменьшение, значит, вообще аппендицитов или аппендоктомии, вот тоже интересный подход, так аппендицитов или аппендоктомии. Ну, тут отдельное увеличение аппендицитов, уменьшение наблюдаемости с 90-го года, отдельное уменьшение аппендоктомии. Тем не менее, число перфорированных и не перфорированных почему-то как-то подросло. Ну, не доказательно, но, тем не менее, есть. Еще один большой систематический обзор 120 исследований, исследований эпидемиологических, да, то есть мы тут как раз собираем информацию в эпидемиологии. Она не очень, она очень разрозненная. проще найти возрастные группы, которые более подвержены. Ну, я вот, например, теперь знаю, что если 20 лет назад у нас основная группа для аппендицита, это был возраст от 10 до 19 лет, значит, что теперь в развитых странах не эта группа основной поставщик, а старше 20 лет, к примеру. Вот, огромное количество прирост нам дала, дает Азия. Там какое-то немыслимое количество аппендицитов и аппендоктомий в сравнении, например, со странами Запада. Ну, я вам просто сейчас вот покажу некоторые данные. Стандартизированный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек и лет. Все-таки американцы рассчитали в 21 веке. То есть, понятно, что-то скомкали вот эти 20 лет в наблюдении. В Северной Америке 100, в Восточной Европе 105, в Западной Европе 151. То есть, то, что было в 70-м году, резали в два раза чаще в Америке, при тех же самых ситуациях, в сравнении с Англией и с Уэльсом, хотя вот тут как раз Англией и Уэльс, было бы интересно отдельно посмотреть, там все государственные системы здравоохранения, она обычно более консервативна в отношении ненужных расходов. Это как бы ни к чему не обязывает, но в сравнении с разнузданным здравоохранением, с отсутствующей системой здравоохранения Соединенных Штатов, как таковой целью, и с ее разнузданным характером по выжиманию денег, больше чем система здравоохранения, мне кажется, у них только юристы зарабатывают, и айтишники. Три таких отрасли, которые сами себя ломбируют. Выясняется, что до появления компьютеров, точнее появившиеся персональные компьютеры, позволили нам успешно решать те самые задачи, которых до появления компьютеров не было. Создает такое впечатление, что до появления юристов тоже проблемы-то и не было. Еще встречалась очень красивая фраза, что в Америке все деньги принадлежат к юристам, они просто договариваются между собой, какую долю из них оставить вам, ваших денег. Ну и к тому же, что со здравоохранением примерно так же в Соединенных Штатов. Итак, что тут еще этот обзор выявляет? Что в западных странах частота аппендиктомии неуклонно снижается. Ну что такое полтора раза? После 89-го года частота аппендицита стабилизировалась. То есть, как бы, вроде бы и не реже мы его встречаем, но аппендиктомии проводим реже. Можно с этим согласиться? Бог его знает, я что-то столько противоречивых данных нашел, что это, наверное, повод для проведения очередного обзора, серьезного, просто брать российские данные. Видимо, они настолько плохо сопоставили. Да, вот, и перфоративные, и не перфоративные формы, они примерно вот так же, как и есть. А вот выросли Южная Корея по сравнению со 100 случаями Северной Америки, 105 у Восточной Европы, 206. Ближний Восток, там, например, Турция 160, в Чили там 202. Вот наши коллеги, видимо, тоже берут, берут, скажем, выпадающие знамя от американских хирургов для того, чтобы, давайте мы будем резать и будем зарабатывать на этом. Хотя Бог его знает, может, там другой аппендицит, не такой, как у нас. Я все-таки пытаюсь закончить. Есть данные, опубликованные в американском журнале эпидемиологии в 90-м году, очень красивые, о том, что с 70-го по 84-й год заболеваемость аппендицитом снизилась на 14-й процентов, причина такого снижения неизвестна. Мне очень нравится такое исследование, такой автор и такая статья, прозрачная, ясная, есть снижение, почему, фиг его знает. Российская Федерация, 2018-й год данные, 166 тысяч больных острых аппендицитов, в 2019-м 165, вроде как поменьше, из них, правда, проапендиированы не все, оказывается, мы тоже не всех режем, летальность составила 0,1-0,15% и 0,14%, так скажем, если мы сравниваем с данными исследований, которые 0,4, почти, до 0,4, не почти, а 0,4, то это вроде как бы даже и неплохо, если с какими-то другими данными, там, средние данные. Частота встречаемости, ненавижу я эту фразу, все в Тойоту, видимо, инцидентность, да, инцидентность, острых аппендицитов в популяции США и стран Европы составляет от 7 до 12% на 100 тысяч жителей в год. Ежегодно в США проводят больше, чем 300 тысяч тратентных вмешательств по поводу острых аппендицитов. Поэтому тоже видим. Еще, поскольку я тут думаю, что мы уже все временные рамки, просто скажу, что острые боли в животе, острые аппендициты, это частая достаточная история о том, что заболеваемость снижается, есть географические различия, пожизненный риск 9% в США, 8% в Европе, 2% в Африке. Понятно, кто в этих африканцах исследовал, от чего они там умирают, от аппендицита или от гастроэнтрита, или от голода, не медийное это событие. Ну и один график, это Европейское региональное бюро ВОЗ, я неоднократно оттуда приводил, база health for all, это стандартизированный коэффициент смертности от аппендицита в любом возрасте на 100 тысяч населения. Здесь, правда, это не по странам, но мы видим, что это представляет собой каждая кривая, это набор точек соединенных линий, это Европейский Союз, там члены ЕС до мая 2004 года и так далее, страны Северной Европы, Западные Балканы, ССГ бывшие и так далее. Во всех, без исключения странах Европы, с 1968 года, где есть эти данные, смертность от туберкулеза упала более чем в 5. Аппендицит, подождите, какой туберкулез? Аппендицит, я прошу прощения, оговорка, да, потому что мы последний раз на это говорили о туберкулезе, когда смотрели эти графики. Упало это как раз в 5 как минимум, а возможно даже и больше. Ну, графики, на графике мы это видим. По какой причине? Непонятно. Поскольку сложно мне было раздобыть российские данные, действительно не совсем просто, можно, можно, я каюсь, вот, к сожалению, нет у меня возможности сейчас заниматься плотно, в общем, с добычей, с добычей таких данных. Я поэтому спросил несколько своих коллег, и вот один коллега, который в протяжении последних 30 лет работает хирургом в общихирургическом отделении в городской больнице в Твери, дай мне такой вот ответ. Я спросил, а правда ли, как вот ты считаешь, есть ли у тебя, есть ли ощущение того, что аппендицита стало сильно меньше? Он, поскольку он одновременно ученый, он все-таки решил скептически отнестись и к моим словам, наверное, к своим ощущениям, которые у него были. Я бы так не сказал, острый аппендицит практически на каждом экстренном дежурстве. Почти 99 аппендицитомий, правда, лапароскопические. Разница в том, что раньше брались подозрения на аппендицит, делали традиционную лапаротомию в правопоздушной области, иногда видели, что вопрос так неизмененный, но аппендицитомию делали, раз уж вошли в живот, ставили диагноз острого катарального аппендицита. Сейчас делается лапароскопия, если ничего нет, уходим из живота без аппендицитомии, статистику не попадает. Поэтому вероятная частота постановки диагноза и количество аппендицитомии незначительно, по его мнению, могло уменьшиться. Это мое мнение, оно основано на моих личных наблюдениях, так он пишет. За одно экстрем дежурство по городу, в Твери порядка 420 тысяч человек живут, обслуживаются, может быть, около 450 городскими больницами. Госпитализируется в среднем 10-14 человек, из них один, а то и два с реальным аппендицитом. Редко, когда за дежурство нет аппендицита. Вот, в принципе, все, что я сегодня хотел сказать. Назад, куда? Да, давайте. Да, назад есть, можно вернуться, да. Хорошо, значит, ну, тут сразу вопросы были, я тогда попробую их прочитать. Добрый день, столкнулись сейчас при подозрении на, да я слайд хотел видеть, на острый аппендицит, при болевом синдроме повышение температуру, делает УЗИ, снимает болевой синдром и отправляет к поликлиническому хирургу без диагностической лапароскопии. Это правильно? По-моему, это ужасно, потому что снимать болевой синдром при аппендиците, это, в общем, такое удовольствие. При остром животе? Да. Без диагноза? Без диагноза. Нас всю жизнь учили, что это недопустимо вообще. Да, мне тоже так кажется. Ну, хорошо. Ответ мы дали. Значит, 30% в год, довольно большой процент рецидивов ходить с хронической инфекцией, тем более с учетом широкой антибиотикорезистентности. А где тут хроническая инфекция, я прошу прощения? Аппендицит – это острая инфекция. Она приходит и уходит. Может быть, автор вопроса имеет в виду, что бактерии, так бактерии в кишечнике живут постоянно, в том числе в аппендицах. Ну да, там как… Только и ждут слабяные моменты, чтобы свою зловредную сущность проявить и проклюнуться. Но это не хронический очаг инфекции, это, извините, внешняя среда. Да, там непонятно, почему развивается. Мне рассказывали про арбузные косточки, вишневые косточки, что они попадают в аппендикс, и там развивается инфекция. Ну, это вообще галиматия полная, но тем не менее. Вот. Поэтому никакой хронической инфекции нет, антибиотикорезистентности нет. И абсолютно совершенно… Вопрос же в том, что если у вас есть рецидив аппендицита, то его тоже можно не оперировать. Да. В этом же проблема. Сейчас на слайдах было показано, что надо всех оперировать. На самом деле это не так. Также можно пролечить еще раз антибиотиками и отправить человека гулять. И, соответственно, вы уменьшаете количество рецидивов в следующий раз. Вот. Ну, во всяком случае, это тактика, которая требует изучения, пока ее нет. Значит, что касается вот этого врача, да. Значит, смотрите, он работает у вас в городе. Да. Я интересовался в Орловской области в райцентрах. Они мне сказали, что у них вообще исчез аппендицит. Тут есть маленькая деталь. В райцентрах живут пожилые люди. Они молодые. Значит, если мало молодых, то, соответственно, аппендицита тоже будет мало. Это надо понимать. В городах все-таки публика помоложе. И это во-первых. Во-вторых, туда могут поехать из райцентров, потому что в райцентрах и хирургов нет, и вообще врачей нет. И поэтому в город Тверь могут махнуть, ну, как минимум из близлежащих деревень, там, на расстоянии 100 километров, могут приехать и оперироваться в Твери. Потому что это же областная больница. Значит, вы все равно будете принимать экстренных больных. Вот. Поэтому, к сожалению, это неубедительная статистика. Но с другой стороны, интересно, что 10 человек хирургических, и из них только один, то есть 10%, грубо говоря, да, это больной с острым аппендицитом. А раньше мы говорили, что 80% всей хирургической активности в стационаре, ну, всегда вот такая была тема, 80%, 70% – это острый аппендицит. Это была самая частая операция, которую делали на потоке. Ну, поскольку я работал в скоропомощной больнице, поверьте, что это все было известно. Все-таки сейчас, мне кажется, меньше. Куда делась, не знаю. Это вопрос неоднозначный. Возможно, ну, во-первых, мы видели все-таки цифры снижения летальности, мы видели какие-то цифры снижения там на 15%. Вот. Кто бы их считал правильно, но, тем не менее, все-таки какая-то тенденция есть. Поэтому вопрос, поставленный впереди о том, что все-таки количество аппендицитов уменьшается, похоже, что уменьшается. Может быть, моя мысль такая, что это связано с тем, что мы широко используем антибиотики. Направо и налево. Это стрептококковая инфекция, стрептококк стала меньше. Это все знают. И другие стрептококковые инфекции, они просто тихо отошли на задний план. Чистая гипотеза. Проверки требуют проверки. Вот. Ну, в принципе, любопытно, да? Значит, во-первых, любопытно то, что мы лет уже, ну, чуть не 20 говорим о том, что аппендицит не надо оперировать. Хирурги взвиваются на стену сразу. Это первое, что они делают. Они даже не готовы обсуждать это. Но вот видим, что в рекомендациях отечественных появилась тема, что все-таки не всех надо оперировать. Слава тебе, Господи, все-таки туда и чего-то попало. Ну, будем считать, что лиха беда начала, и через несколько лет мы увидим, что половину больных можно не оперировать, а лечить, спокойно подбирать терапию, находить ее, изучать, какая лучше, может быть, какая-то противорецидивная терапия нужна. Я не знаю. Сейчас я не готов к каким-то обсуждениям, но ясно, что аппендицит – это не абсолютное показание к операции, а может быть, скорее даже вообще не показание. Да, только действительно там острый живот с уже такими менингиальными, хотел сказать, симптомами является показанием. Вот. А во всех остальных случаях выжидательная тактика, и лучше повременить. И Павел Андреевич, если позволите, вот тут вы, по-моему, проявляете излишнее благодушие. Дело в том, что закон банкера никто не отменял. Я понимаю, да, но хирургов тоже становится меньше. Вот это да. Вот работает ли он в обратном направлении этот закон, это мы увидим. Я думаю, что в недалеком будущем. Совсем-совсем недалеком. Я думаю, что так и будет. А может быть, кстати, вы не допускаете момента, что может быть, действительно уменьшение количества аппендоктомий связано с обратным действием закона банкера, хирургов стало меньше? Я вполне допускаю. Нет, ну, самая страшная-то история, при которой вы рассказали, что в районе не оперировали аппендициты, и никто особенно не помирал от этого. Это не байка, это абсолютно правдивая история. Нет, ну, все равно это же не опубликовано пока. Сейчас это будет опубликовано впервые в истории нашей страны. Мы же все опубликуем, поэтому вы имеете в виду, вас за язык не тянут. Я ничего не рассказываю. Я могу сказать имена и фамилии и районы, которые... Не надо имена и фамилии, бог с ними. Вы в прошлый раз там про витамин D провещали, что помирали от подсолнечного масла с гипервитаминизированного. А в процессе написания статьи выяснилось, что эту же байку рассказывал академик Малиев, и речь шла о том, что это масло использовалось на птицефабриках. Это не человеческое было масло, а специально сильно витаминизированное масло для птиц. Потому что они и так помрут, им побыстрее там. Вот. Ну вот, в публикации это будет вставлено. Уточнение. То есть это не то, что вам кто-то что-то рассказал, а это все-таки с очень такой высокой трибуны человек, который следит за этими проблемами на протяжении всей своей жизни. Долгой. Ну, хорошо. Я так понимаю, что больше вопросов нет. Лепид снижающей терапии требует. Значит, мне кажется, что нам все-таки надо завести какой-то дневничок и записывать вопросы. Потому что мы в последний раз с вами столкнулись с тем, что вы много чего говорили, много чего обещали, а никаких вопросов не записали. Поэтому, друзья мои, пока еще есть время, накидайте сюда, какие у вас вопросы есть по пуле. Ну, потому что, видите, готовимся же, да, Андрей Александрович умеет рыться в литературе, находит там эти материалы. Как минимум мы ставим вопросы, да, может быть, мы не всегда находим ответы, но как минимум ставим вопросы, поэтому давайте, пожалуйста. У нас была интересная проблема, например, с гипертонией и сахарным диабетом. Да. Может, не так страшен черт, как его малюют. А-а-а.